Средства массовой информации рассматриваются в последнее время не сколько в качестве средств общения, передача сведений, сколько в облике Института демократии, где сохранены и поддерживаются такие социальные ценности, как свобода выражения мнений, убеждений, мысли и слова, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации. Поздравительный адрес от главы города Зайнудина Акмазова с профессиональным праздником Днем Российской Печати зачитал в стенах Объединенной газеты «Дружба» первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Ваш острый взгляд видит недостатки, нерешенные проблемы, которые нам вместе с вами необходимо реализовать. Именно поэтому так важна ваша компетентность, точность, грамотность, ответственность и своевременность. Наши газеты традиционно остаются приверженцами именно качественной прессы для горожан. Поздравить работников Печати города прибыл секретарь администрации Нажила Абдулаев и заместитель главы администрации по идеологии общественной безопасности Хайбула Умаров, который отметил важность печатного издания во все времена и что именно через бумажный носитель информация надолго сохраняется в памяти и более читаема. То, что мы сегодня издаем, то, что мы сегодня выпускаем, она востребована не только в нашем городе, ее читают и за пределами. Мы со многими коллегами, друзьями со своими разных субъектами Российской Федерации, после очередного издания, например, журнала, то есть журнала «Город газеты», именно «Дружба» имеют на русском языке, некоторые коллеги просят этот номер, потому что что-то связанное с ними всегда, что-то бывает и земляками, и выходцами. Благодарность за каждодневный труд на пути сбора информации, которую проделывают работники газеты, выразил главный редактор объединенной газеты «Дружба» Магомед Рассулшай. Магомедов подчеркнул, что несмотря на все сложности, возникающие в работе, редакция «Дружба» всегда будет работать на прежнем высоком уровне. Нужна здоровая критика. Самое главное, чтобы пишущие люди, они могли быть, как свободные художники, могли излагать свои позиции, все дела, чтобы им не показалось, что, как бы, понять это, можно ли вот так задать. Присутствующими особо был отмечен вклад Владимира Ярмоленко в печатное дело. Сам же Ярмоленко подчеркнул, что коллектив объединенной газеты «Дружба» делает все, чтобы каждому, кто берет в руки газету, было интересно читать и следить за новыми изданиями. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».